Америка вскоре вновь станет великой и всегда будет только на первом месте, уже не один раз обещал Дональд Трамп, как во время предвыборной борьбы, так и позднее, во время своей инаугурации. Америка фёст. Этот лозунг полюбился не только в США, но и в Европе, и во всем мире. Свои видеообращения, пародии на Дональда Трампа выкладывают жители десятков стран. Первыми это сделали голландцы. Дорогой мистер президент, добро пожаловать в это ознакомительное видео о Голландии. Мы говорим на голландском, это лучший язык в Европе, в нём самые лучшие слова. Все остальные языки неудачны. Датский — полная катастрофа. Немецкий — это вообще не настоящий язык. Ещё мы построили великую стену, чтобы защитить нас от воды из Мексики. Видео посмотрели десятки миллионов человек. В конце авторы попросили у Трампа разрешение для Голландии быть второй после Америки. Однако с этим оказались несогласны в Германии. Популярный комик Ян Бёмерман выпустил своё обращение к Трампу. Это видео о Германии, лучшей стране в Европе. Германия гораздо лучше Голландии. Голландцы — очень плохие люди. Единственное, что нам нравится в оранжевых цветах Голландии, это то, что вы тоже оранжевый. Вскоре мы построим великую немецкую стену. Ещё лучше, чем раньше. Мы в Германии очень любим стены. Вслед за голландцами и немцами разрешение быть вторыми начали просить по всему миру. К Трампу обратились из Намибии, Австралии, из Ирана. Там попросили Трампа не путать его с Ираком. Своё обращение записали и в Армении. Дорогой мистер Трамп, мы знаем, что Америка на первом месте. И есть целая куча так называемых европейских стран, которые хотят быть вторыми или третьими. Болгария готова быть даже десятой. Полные лузеры. Мы, армяне, согласны быть на альтернативном первом месте. Мы великая страна, где зародилось христианство. И всё для того, чтобы избежать вашего запрета на въезд мусульман. Это было очень умно. Своё видео даже создали пародисты из России. Они попросили Трампа, чтобы Россия тоже была на первом месте. За последние месяцы лозунг «Америка Фюз» собрал огромную популярность в социальных сетях и юмористических телепередачах. А теперь его используют и экологические активисты. На проходящей в Бонне форум министров Большой двадцатки представители Гринпис приплыли на корабле с огромным плакатом «Планета Земля» на первом месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok